Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Вопрос слушателей церкви». Мы отвечаем на один из ваших вопросов, которые вы присылаете к нам на электронную почту, в социальной сети. Спасибо вам за эти вопросы. Сегодня мы возьмем один из них, и, как и обычно, в гостях у нас служители церкви, Андрей Глотов сегодня. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Владислав! Именно вам сегодня и адресуется сегодняшний вопрос. Скажите, вы человек экономный? Ну, сложно себя в этом смысле оценивать. Наверное, соглашусь, да. Ну, позволите всякие излишества ненужные. Ну, иногда. Иногда. А, все-таки есть вот это вот. Иногда, да. Стоит признать. Да. Хорошо. Ну, вот у нас сегодня вопрос от человека, который, возможно... Извиняюсь, что считать излишеством? Тут целая тема уже... Поесть третий раз в день. Это излишество или нет? Ну, это может быть. Вот мы, кстати, тогда можем поговорить, я вот, о чувстве меры в этом. Как раз это и будет... А у нас это есть в самом вопросе. Итак, некоторые призывают отрешиться от благ мира. Насколько это разумно? Каковы пределы разумного отрешения? Вот он, как раз вопрос о мире. Можно ли мыться каждый день? Расходы воды, счетчик работает. Давайте попробуем... Некоторые призывают отрешиться от благ мира. Действительно, что такое благо мира? Как отрешаться? Зачем? Ну, наверное, прежде всего речь идет о тех вещах и предметах, которые окружают нас, которые вообще необходимы для жизни. Необходимы? Без них нельзя обойтись? Пища, там одежда, например, да? Что? Жилища. Взять хотя бы вот эти базовые такие моменты. И стоит признать, что без них вообще человек просто не сможет жить. Только пищей бывает разное количество и цены, одежда, а у жилища оно совершенно может отличаться. Да, и место его, и размер, и все прочее. И внутри, что там в этом жилище, конечно, это все может быть. Как уже вот это воспринимать-то? Что думать о других, у которых это все есть? Что думать о себе, если у меня есть возможность иметь это? Может быть, надо намеренно отрешаться от этого? Есть в Священном Писании один универсальный принцип, который, с одной стороны, просто звучит, но, с другой стороны, очень сложно выполним. А звучит он так. И записан в Первом Послании к Коринфянам, святым апостолам Павлом, в 10 главе. И в 23 тексте, в современном переводе, сказано так. «Все позволительно, да, но не все полезно. Все позволительно, но не все ведет к созиданию». Это пишет апостол Павел. В синодальном переводе сказано более… Там есть еще такая идея. Апостол Павел говорит, «Не все полезно. Все мне позволительно, но не все полезно». Интересно, что этот текст показывает, что апостол Павел сам определял для себя. И беря на вооружение вот этот принцип, можно сказать, что человек должен для себя определить сам. Сложно сказать служителю церкви или кому-то еще, вот, прийти и сказать, «А как мне вот сделать?» И тебе разложу. Первое, второе, третье. Человек должен сам определить. Вот эту ответственность Бог, как мы видим в Священном Писании, возлагает на самого человека. «Я могу себе позволить многое, как говорит апостол Павел, но я этого не делаю, потому что не все полезно». Тут возникает вопрос, а что полезно, о чем речь? А если полезно? То есть я могу еще больше иметь, и все это полезно? Да. И вот насколько полезно и для чего полезно человек решает сам. Судя по словам апостола Павла и зная из Священного Писания его жизнь, можно с уверенностью сказать, что полезно он имел в виду то, что касается продвижения Дела Божьего, то, что касается проповеди Евангелия, то, что касается доброго примера для окружающих, вот влияния Бога. Формирование своего характера. Формирование своего характера. Формирование характера окружающих тебя, допустим, членов семьи. Ведь сложно сказать, что это будет полезно, если человек в таком религиозном порыве отказывается, ну скажем, иметь дом, а у него семья. Дети, которые нуждаются в крыше, над головой как-то вот. И он передал свою недвижимость церкви. Да, фактически он вот таким своим жестом подверг риску свою семью, которая, может быть, не готова к таким жертвам, которая, может быть, ну скажем, не выросла, не сформировалась еще так духовно, как именно этот человек, который принимает решения. Поэтому тут все вот эти моменты. В Новом Завете ведь есть идея, когда Христос порицал как раз такой подход, что люди посвящают Богу свои ресурсы, не поддерживая родителей, да? Вот такая идея есть. И он порицал это. Да, в Евангелии есть такой текст, где Христос, обличая фарисеев, говорит, что вы нарушаете заповедь Божию преданием вашим. А предание было в том, что был придуман такой закон, по которому фарисей или человек, который считал себя набожным, хотел быть в глазах окружающих людей духовным, набожным таким, религиозным. Он мог свое имение посвятить церкви, отдать, скажем так, Богу, как тогда называлось. При этом страдали его в том числе родители. То есть во все века, во всех народах родители — это святое. Родители имеют право на нашу заботу, опеку, пока они живы, потому что их силы тают, их силы слабеют. В свое время они в нас вкладывали, это и универсальная, и всем известная идея. Но вот в том случае, в то время, в том обществе люди придумали обход. Но аргумент железный. Родители святое, но Бог святее в любом случае. Ведь человек не делает плохо, а ради благих целей отдается. Да, цель получается как бы такая святая. Но, наверное, в данном случае нужно вспомнить слова Священного Писания, где Господь говорит, что что вы сделали ближнему, то сделали мне. Если в результате моих действий каких-либо мой ближний остался без еды, без крови над головой, без одежды, без средств к существованию, то, наверное, что-то не так в моем решении. Мои высокие цели не смогут меня оправдать. Наверное, что-то я, где-то я ошибся, наверное. И нужно сто раз уточнить у Бога, если уж мы говорим, и Его в эту ситуацию приглашаем, то вот этот вопрос, когда человек говорит, а мне Бог открыл, на самом деле очень серьезная фраза. И действительно человек должен отдавать себе отчет. А так ли? Как он? Претендует, что он безошибочно понял волю Божью, а Богу эта жертва была не нужна. Особенно, когда вот такие противоречия, когда ближние страдают. Итак, мы сейчас говорим о том, чтобы ради Бога, ради формирования чего-то хорошего и святого в себе отрешаться от благ мира. Ну, мы говорим сейчас о других, что другие лишаются, лишение других, а вот лишение самого себя. Допустим, у меня нет ответственности перед кем-либо, чтобы содержать еще кого-то, поддерживать. Вот сам я должен ли стремиться в этом случае, вот моя предельная экономность, это проявление несребролюбивого духа? Ну, наверное, наверное, сама, как говорится, природа, как апостол Павел тоже говорил в одном из посланий, не сама ли природа учит? И когда мы смотрим на окружающую нас жизнь, даже не надо далеко ходить в священное писание за советом, когда можно понять, что есть вещи необходимые, но излишество их, допустим, излишество в еде, оно приводит к полноте, к заболеваниям, к проблемам, к преждевременной смерти, в конце концов. Поэтому даже если ты один человек, вот, допустим, нет семьи, ни за кого нет ответственности, человек живет один, но при этом он так распределяет вот все материальные и другие блага вокруг себя, что его здоровье страдает, то, наверное, неправильное решение какое-то он принял, где-то он неверный путь избрал. Либо он меньше себе избирает, чем нужно, есть некая норма, либо больше, и тогда увеличивается в объемах, и так далее. Вот эту меру человек должен сам чувствовать, искать ее в поисках Бога, точнее спрашивая у Господа в молитве, потому что у каждого человека это разное может быть. Скажем, ну вот один из принципов, опять же, я возвращаюсь к той идее, что если человек задал вопрос верующий, то тут окраска определенная. Если я как верующий человек веду жизнь, то, глядя на меня, люди складывают какое-то представление о Боге, о церкви. И тут уже я должен немножко попытаться поставить себя на место тех людей, что видят во мне. Если вокруг меня, к примеру, живет народ, который едва сводит концы с концами, а мне позволяет возможность, ну, к примеру, купить очень дорогой автомобиль, наверное, это будет неверное решение. Хотя, может быть, он очень проходимый, и мне, чтобы добираться в какие-то уголки нашей бездорожной России, да, было бы удобно именно на этом автомобиле ехать, но, наверное, я бы не стал. Вот такое вот. Ну, у нас как-то уже даже принято, служители церкви критикуют, бывает, да? Бывает. Всегда это было, что вот, там обогащаются, там, поэтому это особо осторожно здесь, но... В данном случае я вспомню другие слова апостола Павла, где он говорит, что если это соблазняет кого-то из ближних моих, то не буду есть мясо вовек. Вот апостол Павел в своей жизни, он отказался. Могу, да, нет в этом никакого греха, но не буду вообще, не в какие-то дни определенные, а вообще, почему? Потому что есть люди, которые вот по-другому смотрят, они как-то воспринимают это близко к сердцу, они могут из-за этого отойти от Бога, могут разочароваться в вести, которую несет апостол. Поэтому он говорит, я не буду. Он пожертвовал этим. Иногда люди пытаются отрешиться, ну, просто вот есть такое движение, жить проще. Лев Толстой призывал, жить проще надо, не иметь много... Такое нестяжательство, да, или, допустим, я не знаю, вот есть такие общины амиши, они, им нельзя иметь машину, да, пользоваться надо там по старинке, лошади. Вот какая-то субкультура может быть такая есть. Жить без денег. Есть люди, которые сознательно отказываются вообще от денег и живут вот так. Но иногда, правда, это тоже имеет такие выходы. Ну, по поводу денег. Сразу вспоминаем пример Иисуса Христа, когда Он пришел, и среди учеников был у них казначей, который носил, и, кстати, туда запускал свою руку Иуда. То есть были пожертвования, были деньги, и даже Он их брал в руки, когда в известном эпизоде говорил, какое, чье изображение на монете, да, задали вопрос каверз на Иисусу. То есть мы видим, что пример Христа показывает нам. Он не чуждался каких-то вот таких вот, как амиши, крайностей он избегал. Он был, как все. Все общались с деньгами, он тоже. Может быть, не так широко, да, не было у него огромного кошелька, сбережений огромных. Но тем не менее. То есть вот все вопросы все равно упираются в меру. А мера – это такое личное. Вот интересно, вот задает человек, призывают отрешиться. У нас сейчас полстраны, может, в таком состоянии, что они и так от силы отрешены, и им нет чего уже отрешаться, живут на самом минимуме, да. Но если человек хочет отрешиться, возможно, имеет что-то. Вот как быть богатому человеку? Если он будет отрешаться, скажут, скряга. Если он не будет отрешаться, скажут, ты соблазняешь других своим имуществом, да. Я тоже, вот, прочитал, была такая женщина-миллиардерша Гетти Грин. Она была миллиардершей, при этом ее сыну отрезали ногу, потому что у нее не было, она не хотела тратить на его лечение, да, и ела холодную овсянку всю жизнь, да. Есть и современные примеры, там, вот, миллиардер Борен Баффет, один из богатейших людей, тут смотрел фильм, дочь жалуется, что он купил старую машину на распродаже, там, за 700, что ли, долларов. Он зарабатывает деньги за несколько секунд в своей жизни, ничего не делая почти, да. Вот такие бывают еще перекосы. И тоже, как быть? Отказываться ради людей? Ради становиться намеренно скромнее? Ну, все-таки, я думаю, что вот этот принцип, уже нами прочитанный, он везде работает, в любой ситуации. Постал Павел говорит, «Все мне позволительно, в том числе быть скромным, тоже позволительно, но не все полезно». То есть, нужно смотреть, какое влияние, какой образ Божий я в себе несу, какую весть я несу своей нищетой или своим богатством. И вот это анализировать, это, конечно, большой труд. Это нужно иметь определенную духовную зрелость, потому что себя оценивать всегда сложно. Это нужно иметь какой-то духовный опыт и опыт общения с Богом. Мы все в этом, в общем-то, наверное, растем. Каждый… Трудно сказать, что кто-то, может быть, уже достиг ас в этом вопросе. Мы все постепенно к этому идем и растем. Но это единственный путь. То есть, постоянно с Богом сверять. Господи, а как я вот… А как мне быть? И вот учиться слушать Бога, учиться понимать, чувствовать, а как, к чему подталкивает Господь, к какому решению. Андрей, оставшуюся минуту хотел вас спросить. Вот вы сказали, о чем свидетельствуют своей бедностью или богатством, да? А вот действительно, о чем человек свидетельствует, если он беден? Правильно ли говорить, что Библия увязывает понятие праведность и бедность? Не всегда. Это показатель какого-то особого расположения Божьего или напротив, потому что мы читаем в Ветхом Завете, Бог благословляет как раз материальными благами, а проклятие было связано с лишением их. Да, и мы в Библии находим святых людей, о которых сказано, что они были действительно святыми, Богом признанными святыми, но при этом они были далеко не бедными людьми. То есть, здесь богатство или бедность вот напрямую вот так не связано с праведностью либо с греховностью. И даже человек богатый вполне может быть святым. Но опять же, где конкретно? Если он не привязан к богатству, видимо, вспоминается вопрос с богатым юношей, когда Христос сказал, вот тебе надо все оставить. Ты должен отрешиться от всего, потому что, видимо, привязан. Потому что сердце его было привязано. Известные слова Иисуса Христа на эту тему, что где будет ваше сердце, то вот там будет ваша жизнь. Если все мое сердце связано с богатством, то я в опасности. Если мое сердце связано с нищетой, я тоже в опасности. Вот если я с Богом связан, вот тогда можно сказать, я на верном пути. Спасибо большое, Андрей, за ваш ответ. И вам, друзья, спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами была программа «Вопрос» в служителе церкви. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин